Даль картам площади реализатора. На нем для определенности 5 заплат. Каждая заплата площади 1,2. Рассмотрим для каждого двух заплат их пересечения и посчитаем его площадь. Найдите наименьшую возможную величину, наибольшую из этих площадей. Надо сделать реально две вещи. Во-первых, нужно нарисовать картинку, когда эти самые попарные пересечения маленькие. Во-вторых, нужно доказать, что меньше определенной эта величина быть не может. Ребята, идея такая. Давайте я попытаюсь придумать симметричную степень. Вот здесь очень важно. Я не буду сейчас представлять себе любые 5, может быть тяжело. Я сделаю так. Напишу, что есть такие штуки. 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2,3, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5 и 4,5. Идея понятна? Всевозможная пара чисел от 1 до 5. Сколько здесь всего вариантов? Число сочетаний из 5 по 2. Сколько? Ась, посчитай. Сколько? 10. 10, конечно. Разве нет? Число сочетаний из 5 по 2 – это 10. Еще возможны тройные пересечения. Что такое тройные пересечения? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5. Где именно это? 2, 4, 5. Ну и, наконец, 3, 4, 5. Число сочетаний из 5 по 3 – это тоже 10. Тоже 10 строчек. И вот дальше идея такая. Пусть все эти площади будут абсолютно одинаковые. Какой-то величины А. А вот эти площади, пусть тоже будут все одинаковые. Какой-то величины В. Тогда, так смотри, что такое 1, 2. Это часть кафтана, которая покрыта первой заплатой, второй заплатой и больше ничем. Что такое 1, 2, 3? Покрыта первой заплатой, второй заплатой, третьей заплатой и больше ничем. Вы, конечно, скажете, что вообще-то возможность, когда покрыта четырьмя или, возможно, пятью. А вот не хочу. Давайте я пока рассмотрю просто вот такой пример. Пусть есть только двойные и тройные пересечения, и никаких других пусть нет. Тогда чему будет равна площадь всего кафтана? Понятно, чему. 10А плюс 10В. 10А плюс 10В это будет единица. Хорошо. А чему будет равна площадь одной заплаты? Тоже понятно. Первая заплата это 4А. Так, плюс сколько? В. 6, по-моему, правильно? Плюс 6В. Это должна быть 1 вторая. Господа, мы должны решить такую систему уравнений. А первое, почему 10А плюс B? Потому что весь кафтан площадь один. Еще раз, я говорю, пусть у меня не будет ни покрытой площади, потому что, понятно, что это не выгодно. Если мы распределяем, то выгодно, чтобы весь кафтан был покрыт. И пусть у меня не будет ничего покрытого в один слой. И в 4 слой не будет, и в 5 слоев не будет. А будут только покрытые в 2 слоя и в 3 слоя. В 2 слоя это 10 кусков по А, в 3 слоя это 10 кусков по В. Всего весь кафтан не будет. Понятно? А это не общая площадь, это площадь каждого кусочка. И здесь то же самое, 10 кусков в каждой площади B. Да понятно, что честно. Все понятно. Теперь, как решить систему? Ну, легко. Например, можно взять, умножить на 2 первое уравнение, умножить на 5 второе. Что получится? Получится 20А плюс 20Б равняется 2. Сумпт 20А плюс 30Б равняется 5 вторым, потому что мы на 5 умножим. Если мы из нижнего уравнения, вычнее и верхнее, то получится 10Б это 1 вторая. Все понятно? Б это 1 двадцатая. Подставляем сюда 10 двадцатых, это 1 вторая, переносим А тоже. Замечательно. Теперь вопрос. А какова будет площадь пересечения 1 и 2 заплаты? Очень просто. Площадь пересечения 1 и 2 заплаты это вот это А, плюс вот это 3Б. А плюс 3Б это 4 двадцатых, это 1 пятая. Ребята, если наша конструкция является оптимальной, то ответ в задаче это 1 пятая. Скажем так, мы придумали, как расположить 5 заплат, чтобы каждую дверь пересекали бы по кусочку площади 1 пятая. Согласны? Каждая заплата состоит из 10 кусков, каждый кусок 1 двадцатая. То есть заплата площади 1 вторая. Пересечение двух заплат это 1 пятая. Надо еще примерно она привести, потому что они могут быть разорваны, нет как бы доказательств, что это будет 1 цельный кусочек. Задача именно о заплате. Заплата это фасовская штука. Она бывает рваная. Нет, никто не обещал вам, что это поедет на конкурс красоты. Нет, нет. А вдруг она не цельная, вдруг она из двух кусочков. Нет, такой кафтан на подиум не пойдет. Речь идет о этой множественной задаче. Я не собираюсь рисовать, как они там располагаются. Потому что в задаче речь не совсем о другом. В задаче заплаты они могут быть любой формы. Поэтому мне совершенно неинтересно все это рисовать. Нет, ну я имею в виду, вдруг они не могут быть цельные. Я посчитал площадь, да, она должна быть такой, но вдруг они при этом не цельные. Вы можете сделать тоненькие-тоненькие, маленькие-маленькие такие же соединительные рычаги, которые будут создавать, обеспечивать вам эту самую цельность. Еще раз, задача не о том. Задача совсем не о том. Просто хотите, можете думать не о кафтане, а у вас есть, я не знаю, там, группа студентов, в которой половина, ну я не знаю, там, знает математику, половина знает, не знаю, там, греческий язык, половина знает, там, еще что-нибудь. Ну, в таких терминах, можно сказать, лучше переформулировать, чем на кафтан. Не важно, ребята, не важно. Про кафтан это сказано только потому, что есть русская пословица, помните, тричкин кафтан, что в одном месте отрезают, к любому он. Вот, ну вот, давайте, давайте так. Так, все понятно, давай. Все понятно, отлично. Будьте добры доказать, что меньше, чем одна пятая, не бывает. Мы придумали пример, а сейчас нужно, что на самом деле, подсказка, введите обозначения, как-то странно, как только вы их введете, сразу станет легко. Введите такие обозначения, площадь, покрытая, один раз, площадь, покрытая, два раза, покрытая, три раза, ну, соответственно, четыре раза, понятно, да? И пять раз. И попытайтесь условия задачи записать через эти величины. Давайте я напишу строго. Значит, итак, у нас есть величина. А. Это часть кафтана, покрытая, покрытая, ну, в сколько раз? Один раз или больше? Б. Это площадь кафтана, покрытая, в два слоя или больше? С. Покрытая, в три слоя или больше? Д. Покрытая, в четыре слоя или больше? Е. Покрытая, в пять слоев или больше? Идея понятна? Понимаете ли вы, что хорошо бы суметь через эти буквы, что называется, что-нибудь написать? Как вы считаете? Например, понятно ли вам, что сумма попарных пересечений, сумма попарных пересечений может быть выражена через эти самые величины А, Б, Ц, Д, Е? Некоторые места в три заплаты входят, которые покрыты сколько раз? Три. А сколько мы раз его посчитали, когда считали величину Б, то, что покрыто в два слоя? Один, да? Один. Значит, еще надо что прибавить? Два слоя еще надо прибавить, правда? Да или нет? Уже перестать понимать? Я боюсь, что вы русскую фразу не поняли. Ваша проблема в том, что вы не поняли мои обозначения. Итак, я специально ввел много букв сразу. Я не уверен, что все они будут использованы в решении, но смотрите. Во-первых, есть весь кафтан, да? Это площадь один. Во-вторых, есть часть кафтана, покрытая заплатами в один или более. Что это такое? Это то, где лежат заплаты, да? На самом деле понятно, что в оптимальном примере у нас А будет равно Е. Но тем не менее, формально говоря, отлично. Пошли дальше. Что такое Б? Это часть, которая покрыта, слушайте внимательно, в два слоя или больше. То есть там, где обязательно есть хотя бы две заплаты. Это понятно? Хорошо. С. Там, где три заплаты или больше. Посмотрите на меня, пожалуйста. Д. Где четыре заплаты или больше. Соответственно, Е. Где пять заплаты или больше. Это понятно? Понятно. Теперь мы начинаем размышлять над нашей задачей. Размышляем мы следующим образом. Значит, первое, что надо сделать. Надо понять, что такое попарные пересечения. Вы понимаете, что попарные пересечения вообще-то будет 10 штук. Правильно? Бывает первое, второе, бывает... Я там подписывал на стену. Первое, третье, первое, четвертое, первое, пятое, и так далее. Четвертое, пятое. Вот, Николай, мы сейчас все эти попарные пересечения складываем. И я пытаюсь вам написать формулу. Я говорю, что то место, которое покрыто ровно в два слоя, или больше, чем в два слоя, оно, конечно, входит в наше пересечение заплат. Так? Так. Значит, ему надо взять. Это B. Надо взять. Но когда мы берем только B, то мы все покрытое больше, чем в один слой, берем один раз. А при этом тройное пересечение на самом деле надо сколько раз считать? Три раза. Значит, я пишу здесь два C. Почему? Потому что один раз я его уже посчитал, когда B считал, и теперь надо еще вливать два раза. Так? Или не так? Так. Да, отлично. Но на этом жизнь не кончается. Потому что есть еще такая штучка, как четвертая заплата. Вот так. И вот этот кусок, который принадлежит сразу четырем заплатам. Смотрите. Вообще, его надо считать шесть раз. Всем понимаете, от этого берется все шесть. Число сочетаний с четырех подлых, да? Когда у вас есть четыре заплаты, то пара из них. Первая, вторая, первая, третья, первая, четвертая, вторая, третья, вторая, четвертая. Шесть. Шесть раз надо считать. А сколько раз вы его посчитали? Три. А значит, надо прибавить что? Три. 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 И теперь прибежала пятая заплата. Еще какая-то пятая заплата. И есть кусочек, который принадлежит всем пяти заплатам. Сколько раз ему надо считать? Десять. Потому что, когда есть пять чисел, пар, всего десять штук. Надо считать десять. А мы сколько раз посчитали? Шесть. Шесть. Значит, надо еще прибавить что? Четыре. Четыре. Ура. А вот это называется, мы посчитали сумму попарных пересечений. Теперь нужно как-то использовать условия задачи. Давайте подумаем, что в условии задачи мы знаем. Мы знаем, что весь кафтан в площади один. Как это записать? Понятно, как это записать. Все это расположено таким образом. Единица больше или равна А, В, С. То есть, вот это числа бывают, да. Неразрастающие последовательности. А вот есть еще одно важное условие. Каждая заплата площади одна вторая. Значит, давайте напишем, чему равна сумма площадей заплаты. Во-первых, пять штук. Поэтому это пять вторых. Теперь вот самое интересное. Когда есть сумма площадей всех заплат. Можем мы это каким-то образом выразить через наши числа А, В, С, Т, Е. Кто-нибудь знает эту формулу или нет? Называется формула включения-исключения. Она на самом деле тоже не сложная. Ее совершенно необязательно вспоминать наизусть. Хотя достаточно скоро вы ее запомните. Она бывает в разных вариантах. Смотрите. Мы складываем площади. Понятно вам, что реально нужно начать с того, что складываем площади заплат, то, конечно, А нужно взять. Правда? Все. Отлично. Отлично. Это обязательно надо написать число А. Молодцы. Дальше интереснее. Когда у нас заплаты, некоторые места покрыты в два слоя, то сколько, то как это надо считать и как это мы посчитали. Есть площадь, где первая, вторая заплата лежат и больше там ничего нет. Сколько раз мы эту площадь посчитали? Должны были посчитать? Два раза. А сколько раз мы ее посчитали? Вообще-то считали вероятен. Правда? Покрытие в один слое. Замечательно. Значит, надо еще что прибавить? Б надо прибавить. Б это часть, которая покрыта, разве нет? В два слоя. Надо не забыть прибавить. Хорошо. Хорошо. Теперь поехали дальше. Есть часть, которая покрыта ровно тремя заплатами. По-человечески ее надо было считать трижды. А мы ее сколько раз посчитали? А? Дважды. Значит, что надо еще добавлять? А? Почему два? Мы ее посчитали уже здесь и здесь. Прибавлять надо цель. Хорошо. А есть часть площади, покрытая четырьмя заплатами. Ее надо было считать четыре раза. А мы ее сколько раз посчитали? Три. Ну и наконец, догадайте, что будет е? Ее. Ее. Отлично. Вот, господа, смотрите, что я хочу сейчас доказать. Вот это вот, это сумма всех попарных пересечений. Сколько всего попарных пересечений? Десять. Если я сейчас докажу, что вот эта величина не меньше, чем десять пятых, а, кстати, десять пятых, это сколько? Это два. Если я вот это докажу, то в таком случае хотя бы одно из попарных пересечений будет не меньше, чем одна пятая. Согласны? Если сумма десяти слагаемых не меньше, чем два, то хотя бы одно из них не меньше, чем одна пятая. Значит, если вы мне сумеете объяснить, по какой такой интересной причине B плюс 2C плюс 3D плюс 4E не меньше, чем 2, если A, B, C, D и E это 5 вторых. И если при этом единица больше или равна A, больше или равна B, больше или равна C, больше или равна E, то в таком случае задача будет решена. Ну, если не сможете, значит, не сможете. это тоже, к сожалению, вполне возможно грустный вариант, что мы начали решать задачу с того конца, такое тоже возможно. Давайте смотрим. В принципе, максимальное значение для величины A это единица. согласны? Поэтому эта вот сумма сумма чисел B, C, D и E это не меньше, чем 3 вторых. У нас получается, что вот эта штука не меньше, чем 3 вторых. А мне хочется, чтобы она была не меньше. То есть, если вот так вот решать, как мы, то получается, что мы доказали не про одну пятую, а про не, но можно еще C плюс D плюс E больше или равно одной второй. Если A и B взять равным единице, то мы можем еще сказать, что C плюс D плюс E больше или равно, чем одна вторая. И тоже это использовать на втором шаге. А, то есть, вы думаете, что... этого хватит. 3 вторых плюс одна вторая как раз будет двоечка. А как это написать алгебраически? Ну, еще одно. C плюс D плюс E больше или равно одной второй. И потом у нас там входят коэффициентики. грамм. Ага, то есть, надо продолжать борьбу, что называется, да? Ну, разбить на две части. B плюс C плюс B. Я всегда готов. Я всегда боролся, я всегда готов. Значит, итак, то, что это не меньше, чем 3 вт. Все поняли? Все поняли. А теперь смотрите, что нам предлагают. Нам предлагают сказать, что вот эта радость не меньше, чем 1 вт. Поняли? Она не меньше, чем 1 вт. Меньше или меньше? Так А и Б меньше единиц. А и Б – это части кафтана. Значит, это не больше единицы. И это не больше единицы. Значит, это не меньше 1 вт. А теперь замечательная вещь. Я должен вот это выражение расписать следующим образом. Как Б, С, Д, Е. Сумма, да? Плюс С, Д, Е. Так. Еще что там останется? Д и 2 Е. Д и 2 Е. А теперь смотрите. Это не меньше, чем 3 вт. Это не меньше, чем 1 вт. Сумма будет не меньше, чем сколько? Не меньше, чем 2. А. И, между прочим, очень важная вещь. Когда она может в точности равняться? Когда Д равно 0, Е равно 0, А равно 1, Б равно 1. Поняли? Чтобы там везде были равенства, должна замечательная вещь быть. А равно Б равно 1, Д равно Е равно 0. Ну и еще побарные пересечения должны равняться друг дружке, потому что у нас на пределе получается неравенство. Мы решили задачу. Единственное время, мы не помним, почему у нас все получилось. Вот, если честно. Мне кажется, что я рассказал довольно хорошо. Рассказал? И если сейчас заставить вас повторить, наверное, большинство даже смогут повторить. Четко. Задача состоит из двух этапов. Один этап – это конструкция примера. Можно показать камеру, если тот самый пример прожим? Вот тот пример. 20 кусков, каждый по одной двадцатой. Получается, да? Вот такой пример. И это вот рассуждение. Рассуждение со слоями. Мы смотрим, вводим обозначение, МЦДЕ, в сколько слоев что покрыто, пишем после этого неравенство, и дальше есть ощущение некоторого хитрого странного фокуса. Почему-то здесь оцениваем так, что не меньше, чем три вторых, здесь, что не меньше, чем одна вторая. Вот. Давайте откровемся, что в следующий раз я расскажу вам решение задачи, в которой будет не 5, а n заплаты. И площадь заплаты это будет не одна вторая, а произвольное число t. t больше или равно нуля, и меньше или равно единице. Очень советую перед тем, как браться за задачу для произвольного n, решить ее для n, равного 3. Там она очень непростая, уже как-то странно. Но, спасибо. Для числа 3 кто считает, что мы сейчас можем отрешить для тройки? О, самооценка потрясающая. Ребята, потрясающая. На конкурсе скромных вы займете последнее место, потому что скромные. Слушайте, фантастика. Что, вы правда думаете, что не получится, да? Нет, нет, тогда давайте решим. Если вы хотя бы, человек 5 сказали, что решил, то мне это просто обидно. Смотрите, это как-то унизительно просто. Ну, что это такое? Просто настолько унизительно. Ставлю задачу. Есть кафтан площадь 1. На нем есть 3 заплаты. Площадь каждой заплаты равна t. Мы смотрим для каждых двух заплат пересечения. Из этих чисел берем наибольшее. Вопрос, как располагать заплаты, чтобы эта самая наибольшая площадь пересечения была бы как можно меньше. Подсказка. Конечно, там ответ очень сильно зависит от того, большая площадь заплат или маленькая. И очевидно, для маленьких заплат ответ будет просто очевидно. Чему равен? Убажайте. Чему будет равен ответ? А? Нулю, конечно. То есть заплаты могут вообще не пересекаться, если они маленькие. Вот вам система координат. Вот здесь будем откладывать площадь, а здесь будем откладывать максимальную из площадей пересечения, ну, в оптимальной картинке, да, единица, одна третья, если честно, ответ будет, потому что зависит от двух третьих, тоже поэтому я сразу покажу две третьих. Господа, давайте я вам сразу скажу следующее. Если t равно единице, то какой это? t равно единице. Какой это? Чему равен? А если подумать? Если t равно единице, то кофтан это и есть заплата. Понимаете? Потому что, вот, и, собственно, все три заплаты, это и есть наш один и тот же кофтан. И пересечения весь кофтан. Поэтому, конечно, когда t равно единице, ответ вот такой. А когда t между нулюми, одной трети, ответ какой? Ответ 0. Потому что мы можем расположить три заплаты, чтобы они что делали? Не пересекались. Каким образом? Очень просто. Мы берем наш кофтан, режем его на три равные части по одной трети. И после этого каждую заплату располагаем в одной из этих частей. Но они не будут пересекаться, естественно. Проблема возникает, когда t больше приходится в подарок. На самом деле это две задачи. Одна задача, когда t от одной третьей до двух третий. Другая задача, когда t от двух третьей до единицы. Повторяю, это две разные задачи. Давайте сначала решим от одной трети до двух третий. Итак, пусть у нас число вот такое. Требуется нарисовать какую-то разумную картинку этих самых заплат. И после этого доказать, что эта картинка самая лучшая. Вот так же, как для пяти заплат. у нас там был отдельный этап, когда мы рисовали картинку, придуманную. И отдельный этап, когда... По формулам, которые мы до этого использовали, нарисовать для... Сразу для любого... можем. Знаете, еще раз, у этой задачи есть решение для произвольного числа заплат. Понятно, да? Вот. Проблема в том, что такое мы. Нет, я сейчас могу рассказать решение общей задачи. Результат будет нулевой, потому что они его не поймут. Мне надо, чтобы они вот для конкретного n равного 3 эту задачу решили. Тогда будет шанс, что они поймут для любого n. Они сказали четко, что мы верим, что они решили. Ну, понятно, да? Если человек верит, что они решили, то что с ним делать? Ребята, здесь проблема такая же, как с иностранным языком. Вот вы приезжаете, я не знаю, куда-нибудь в Париж, и вдруг обнаруживаете, что там даже самый-самый-самый, простите, тупой, маленький парижанин весело и бодро говорит по французски. Не обидно? Мы здесь мучаемся, если мы такие учим французский и знаем его плотно. А я вообще не знаю. Зато они русского не знают. Замечательно. Понимаете, вот должно быть некоторое ощущение, вот вы правильно сказали, зато они русского не знают. Должно быть ощущение, что если я хочу чего-то знать, то узнаю. Был такой великий выдеватель Давид Гильдард. В какой-то момент его попросили на переломе XIX и XX веков прочитать лекцию о математических проблемах. Он прочитал лекцию замечательную, хорошую. И закончил он ее, ну, разумеется, по-немецки, но фраза, которая по-русски переводится так. Мы хотим знать, значит, мы будем знать. Понятно, да? Оптимистическая фраза, что если мы хотим что-то узнать, то мы их узнаем. Но, на самом деле, конечно, это не вполне так. Конечно, есть какие-то научные проблемы, которые мы, в общем-то, и хотим знать, а все еще не знаем, и так далее, и так далее. Но, во многом, Гильдард прав. Если посмотреть, что там за эти 120 лет прошедших моментов, как он сказал, произошло, то, по большому счету, так и было. Никаких компьютеров в его времена не было, а сейчас есть. Очень-очень много добились. Разумно расположить три заплаты, площадь которой больше или равна, чем одна треть, но все-таки не больше, чем две трети. Такая же задача, как про пять заплат, только ленча. Давайте мы попытаемся написать так же, как для пяти заплат. и даже обозначение менять не будет. А – это площадь покрытая в один слое, хорошо? В – в два слоя, С – в три слоя, ну, а вот, впрочем, для трех заплат в четыре и пять уже ничего не будет. Правильно? отлично. Тогда как писать вот эту вещь? Сумма попарных пересечений. Что это будет такое? Для трех заплат. Что это будет такое? В – в два са, совершенно верно, потому что просто не будет вот этих вот, да и е, да? Итак, сумма попарных пересечений, это будет совсем просто. В – в два са. Отлично. А вот это, вот то, что пять вторых равно, как запишется? А – в два са. Будет не пять вторых, а сколько? Три. Три вторых. Замечаю. Чему это будет равно? А – в два са. А – в два са. А – в два са. И все, да? Просто да и е не будет. А – в два са. Отлично. А теперь, господа, смотрите, в чем ошибка? А почему три вторых? Три Т, наверное. Вот. Слышите? Пять вторых это было, потому что в той задаче площадь была одна вторая у каждой заплаты. А у нас-то площадь Т, значит, здесь будет что? Три Т. Все. Вот это понятно. Мы, естественно, единица больше или равна чем А, больше или равно В, больше или равно С. Замечательно. Теперь, чего мы с вами на самом деле хотим? Мы хотим оценить этих попарных пересечений для трех заплат всего три штуки, да? Поэтому мы с вами хотим оценить вот эту величину, деленную на три. Мы хотим доказать, что это больше или равно там, чего-то там. ну, господа, давайте приходимся и поймем, что все просто. Смотрите, А у нас не больше единицы, согласны? Значит, В плюс С не меньше чего? чем 3Т минус 1. Согласны? Но если В плюс С не меньше, чем 3Т минус 1, то В плюс 2С делить на 3 не меньше, чем В плюс С делить на 3, то есть это не меньше, чем 3Т минус 1 делить на 3. Ура! Есть такая прямая Т минус 1 третья. Рисуется она, господа, вот таким вот образом. Правда, вы мне скажете, почему я здесь нарисовал только до 2 третьих, а вот почему. Если Т взять 2 третьих, то здесь уже будет единица. Если Т взять больше, чем 2 третьих, то получается, что В плюс С, оно у нас какое-то большое, в общем, не нравится мне, не нравится мне эта штука, когда Т больше, чем 2 третьих. А вот это нравится. Что я сейчас только что доказал? Я доказал, что нервно вот такое не нравится. Все понимают? Я еще не доказал, что здесь равенство. и на самом деле действительно будет так. Настоящий чертеж вот такой. Чтобы это доказать, мы должны сделать, смотрите, какую вещь. Во-первых, мы должны объяснить, почему больше или равно вот этого. И, во-вторых, мы должны привести реальные примеры. Две такие картинки. итак, если бы мне кто-нибудь сейчас объяснил, почему B плюс 2C делить на 3 больше или равно чем эта прямая. Кстати, кто ведь умеет писать равнение такой прямой? Смотрите, угловой коэффициент у нее чему равен? Вот здесь две трети, здесь одна треть. В сколько раз это больше, чем в этой? В два. Значит, это будет 2T, так? будет 2T. Отлично. Но если T равно единица, то ответ равен единице. Значит, на самом деле 2T минус 1. Значит, ребят, я хочу доказать, что вот эта штука B плюс 2C делить на 3 не меньше, чем 2T минус 1. Ужасно интересно. Для Т больше, чем 2 трети. да, да, да. Ну, если честно, всегда. Потому что вот эта прямая, она, весь график, он все равно выше. Поэтому доказывать-то надо всегда. Ну, давайте по-другому напишем. B плюс 2C, я хочу доказать, что это не меньше, чем 6T минус 3. Давайте смотрим, возможен ли наш хулиганский способ, который мы здесь применяли. Смотрите, B плюс C не меньше, чем 3T минус 1. Это вы помним? Да. Помним. Значит, если я сумею объяснить, что C больше или равно, чем 3T минус 2, то все хорошо. Объясняю, почему. B плюс C больше или равно, чем 3T минус 1. увидели? Если C больше или равно, чем 3T минус 2, то складывая эти неравенства, я их получаю. Отлично. И почему же так? Вспоминайте. Потому что B меньше или равенства. Абсолютно верно. У нас есть неравенство, что B плюс C больше или равно, чем 3T минус 1. Поскольку B не больше единицы, то автоматически C не меньше, чем 3T минус 2. Победа. Победа. Смотрите, какое веще значение до которых. Что график не ниже, чем вот эта прямая 2T минус 1. Осталась мелочь. Правда мелочь. Нарисать, придумать пример, какое-то реальное распределение вот этих кусков площади, когда будет так, и придумать пример, когда будет так. отлично. Отлично, господа. И я вас этому в начале сегодняшнего занятия уже учил. Правда, на примере пяти заплат. Вспомните, пожалуйста, как вы там придумывали пример. Что? Не слышу. 1, 2, 1, 3. Правильно. Сделайте это. Что нет? Если я сейчас просто напишу, то в результате вы это забудете. Если сейчас вы попытаетесь сами, все будет хорошо. Вспомните, пожалуйста, сказку Иван Царевич и Серый Волк. Как там? Иван Царевич все время пытает делать, но сам ничего не делает, ничего не получается. Но Волк за него это делает, объясняет, и улетает все хорошо. Правда? Вы сейчас делаете, попытаетесь сам. Еще раз, две разные задачи. Одна, когда Т от 1,3 до 2,3, другая, когда Т от 2,3 до 1,3. Конструкции будут разные, но вполне себе понятны. Разобрал на доске задачу для 5, вам сейчас даю задачу для 3. То есть она реально легче, чем то, что было. Все, что вы сейчас должны сделать, перечитать решение для идти конструкцию и, что называется, сделать также в более простой ситуации. В ситуации, когда всего лишь три заплаты. Причем читать надо самое-самое начало сегодняшнего занятия, когда у нас там выписывали пример. кусков не так много разных, да? Придумали конструкцию? Надо реально расположить заплату. Сказать, что такая трубка будет с такой пересекаться по такому трубку. Подсказка. Когда т не больше, чем две трети, разумно на картинке, смотрите, когда вы получали неравенство про т-1 треть, то мы забывали про с. А что значит забыть про с? Это значит, что в оптимальном примере с должно равняться нулю. Значит, вы уже из этой строчки имеете подсказку. Тройное пересечение должно равняться нулю. А дальше все просто. Для того, чтобы у нас опять было равенство, все двойные пересечения должны быть одинаковые. Значит, из чего состоит картинка? Нет. Некоторые части покрыты в один слой, некоторые части покрыты в два слоя. Рассматриваем ситуацию, когда вот Т от одной трети до двух третих. Хорошо? Быстрее пишите. Есть куски покрытые там на численности. Есть куски покрытые только заплаты номер один, только заплаты номер два. Нет. Смотрите, только заплаты номер один. Просто число один. Да. Есть кусок покрытый заплаты только номер два. Под единицей пишите два. И есть кусок, который покрытый заплаты только номер три. Пишите три. Вот. Это есть такая штука. А еще бывает один, два, один, три, но не здесь. Здесь места не будет. Прямо под этим. Лезет. Один, два, один, три, два, три. Еще раз. В нашем оптимальном примере c равно нулю, поэтому не стоит. Отлично. А теперь еще простая вещь. Обозначьте площади, покрытые только заплатой номер один, или только два, или только три, какой-нибудь буквой. Буква А. А, А, А. Замечательно. А там, соответственно, Б. Нет, не здесь. Вот здесь, да. Вот эти. Поняли идею? Есть три куска каждой площади А, есть три куска каждой площади Б. И теперь надо нависать очень простую вещь. Во-первых, площадь всего кафтана. Это сколько? Один, верно. Но через А и Б. Через А и Б написать площадь кафтана. 3А плюс 3Б, конечно, пишем. 3А плюс 3Б. Отлично. А площадь, например, первой заплаты, это Т. Т равно чему? А плюс 2Б, абсолютно верно. Идет систему надо решить. Для этого надо нижнее уравнение умножить на 3. Не надо здесь ничего писать. Надо просто, ребята, вот эта попытка валкебре сэкономить себе секундочку всегда приводит к ошибкам. У вас есть строчка. Не надо поверх нее, рядом с ней, под ней. Надо просто заново писать новую строчку. 2 минус 3 Т равно 3 А. Отлично. А равняется 2 третьих минус Т. Разумное решение системы равнения. А равняется 2 третьих минус Т. Отлично. Что теперь надо сделать? Сюда подставить. А? Сюда подставить, конечно. Надо B найти. А чему же равно B? B это Т минус 1 треть. Да, а между прочим, B это и есть то самое пересечение двух заплат. Та самая Т минус 1 треть. Согласны? Т минус 1 треть. Спасибо. Вы сделали работу. Увидели, что он сделал? Но он сделал половину тоже. Он построил один пример. А вот эти граничные условия, как мы догадываемся, что C равно нулю в том случае и C не равно нулю дальше? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Как решить задачу в общем случае? Предложение простое. Давайте сначала для трех решаем, потом обязательно мы это сделаем, но все сначала для трех. Просто иначе вообще действительно ничего не понимаете. Реально три заплаты, площадь каждой здесь больше равна две третьих. Посмотрите, проанализируйте, подумайте, что там должно чему равняться. На самом деле, когда мы доказывали про 2T-1, тут было интересно. Тут у нас получалось вот это неравенство для C, и оно должно было быть точным, потому что иначе равенства не будет. на самом деле пересечения всех трех вы уже знаете. Если вы вспомните, что вас просят доказать, и что уже пересечение тройное вы знаете, то вообще это может прямо сразу нарисовать картину. как выглядит диаграмма Эйгера? Тройное пересечение. А, вы не понимаете. Подойдите вот туда. C, вот, еще проверим. Вот, отлично. Внизу, да, C больше или равно. Смотрите, если оно будет больше, нет, стоп, C, что? Вспоминайте. Тройное пересечение. Давайте. Тройное, где на картинке? Тройное пересечение надо написать в серединку. Мощь тройного пересечения. Вы его правильно показывали. Туда сейчас надо написать 3T-2. Это вот пересечение. Пошли проявлять и делаем дальше. Значит, смотрите, какой должен быть у нас ответ. Помните? Пересечение должно быть 2T-1. Значит, сколько надо написать вот сюда, чтобы сумма была бы равна 2T-1. Еще раз. Величина, когда ее сложишь с числом 3T-2, даст 2T-1. Подсказывайте. 1-T. 1-T. Абсолютно. 1-T. Для симметрии других этих. Да, да, да. Да. Отлично. Супер. А вот теперь последние секунды подвига. вы должны сделать, чтобы вся площадь равнялась T. Посмотрите. 1-T, 1-T, 3T-2 и еще что-то должно дать T. Отойдите, чтобы все видели. С чего равна сумма 1-T, 1-T и 3T-2? Еще раз. Сумма уже написана 1-T, 1-T и 3T-2. Чему равняется сумма вот этих трех чисел? Сумма равна T. Отлично. Что писать на большие места? Сумма трех кусочков T, а вот оставшегося пустого пространства, если полный кружочек тоже T. А T-T это сколько? 0. Пишите. 0, 0, 0. Ура! Спасибо! Победа! Давайте. 1-T 1-5 2-5 Я надеюсь, мы сейчас успеем. Ничего другого, к сожалению, точно не успеем, но это надеюсь, успеем. 4-5 5-5 Так, господа, понятно, что я сделаю? Дальше смотрите, что я рисую. Я рисую здесь опять 0. Согласны ли вы на этом? 0 или 0? 0. Значит, 1-5 часть задачи мы решили. Я опять знаю, что здесь единица. И вот сейчас, господа, надо аккуратно выписать то, что мы с вами уже знаем. Напоминаю, сумма попарных пересечений. Мы это сегодня выписывали. Сумма попарных пересечений это сколько у нас? Там была формула написана. B плюс 2 было такое? или нет? Плюс 3D плюс 4E. Она была сумма 10 попарных пересечений. Поэтому на самом деле нас, конечно, интересует ее десятая часть. Ну, хорошо, на 10 выделить легко. Теперь, 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 сумма площадей всех это сколько? Там у нас тоже было выписано. А плюс B плюс C плюс D плюс E это 5T. Согласны? Согласны? Ребята, а вот сейчас будет несколько разных неравеностей. Рассказываю, как мы будем получать. Один из способов получать такой. мы скажем, что А не больше единиц. Это тоже все помнят. А, B, C, D это и E это невозрастающая последовательность. не больше единицы. Сумма B, C, D, E она не меньше чего? Она не меньше чего? Она не меньше чем 5T минус 1. Правильно? значит все это выражение не меньше чем 5T минус 1. Так? И значит одна десятая от него давайте искомую величину обозначим по этой асимблеме пересечения Y не меньше чем 5T минус 1 делить на 10. Это понятно? Понятно. Отлично. Давайте график этой функции сейчас нарисую. Каким способом вообще всегда рисуют график функции? Надо подставить ну скажем в качестве T одну пятую тогда у нас будет вольт. Согласны? Да. В качестве T подставляем 2 пятых тогда ответ будет сколько? Одна десятая. Правильно? Замечательно. Так ребят мне немножко конечно на доске неудобно но тем не менее я думаю что я справлюсь. Вот она штука. Значит когда две пятых то ответ будет одна десятая. Ну в каком смысле ответ будет одна десятая? То есть весь наш ответ лежит не ниже чем эта прямая. Правильно? Так давайте еще. В качестве T подставляешь единицу будет четыре десятых. А четыре десятых это сколько? Это две пятых. Правильно? То есть я провожу вот такую прямую и говорю что вся картинка больше или равна. Так? Так. Все. Отлично. Это одна часть работы. Теперь вы уже наверное понимаете какая еще часть работы. Я говорю что C плюс D плюс E больше или равно чего? 5 T минус 2. Согласны? А значит вот это выражение не меньше чем сумма вот этих двух. Значит Y не то что не меньше этого Y не меньше чем сумма 5 T минус 1 и 5 T минус 2 то есть 10 T минус 3 делить на 10 потому что пофарных причинений 10 штук теперь нужно рисовать этот график если вы в качестве T представляете 2 пятых то у вас будет как раз та самая одна десятая ребята эти прямые замечательным образом согласовывают если вы в качестве T подставляете единицу то будет 7 десятых лучше 3 пятых подставлять потому что точку для следующего вот это у нас ровно половина это 5 десятых по-моему вот здесь 7 десятых 7 десятых вот здесь в общем народ если ровно рисовать аккуратно то прямая пройдет вот так понимаете вы что дальше я сделаю я скажу что сумма значит C D E я уже оценил сумма D E не меньше чего 5 T минус 3 конечно 5 T минус 3 а значит Y больше или равно чем 5 T минус 1 5 T минус 2 и 5 T минус 3 это 15 T минус 6 делить на 10 15 T 15 T минус 6 делить на 10 отлично подставляем наши любимые 3 пятых получается те самые 3 десятых отлично подставляем единицу получаем 9 десятых правильно проверяйте 9 десятых 9 десятых это вот здесь так ребята мне тяжело на самом деле рисовать но смысл такой замечательно я уже дошел до 4 пятых это будет 6 десятых то есть 3 пятых значит 3 пятых это вот здесь вот вот эта точка она над 4 пятыми ну и вот честное слово здесь будет так ребята получается что график это вот такие вот кусочки каждый раз прямая с большим наклоном и эти прямые получаются вполне себе вполне себе естественным образом что осталось осталось для каждого такого примера только пожалуйста поймите что вообще-то это не только для 5 понятно да и для любого n ровно такая же ситуация так вот осталось для каждого n на каждом соответствующем кусочке привести пример то есть такую систему заплат для которой вот ровно так интересно сможем или опять скажете что человечество не умеет это реально 5 задач одна из них совершенно очевидная вот здесь вот все просто правда заплаты вообще не пересекаются и все давайте наверное не успеем все но хотя бы этот кусочек скажите мне пожалуйста что здесь будут за заплаты только по пары на пересечении будут и все давайте здесь будет часть площади покрыта в один слой а часть покрыта в два слоя понятно но осталось сказать четко у каждой заплаты сколько чего и все получится здесь легко выписать я могу напомнить формулу формула была такая вот она была 5т-1 делить на 10 это и есть попарные пересечения нет ну когда все остальное 0 равно еще раз у нас есть заплаты она состоит из заплаты номер 1 из пересечений со второй третьей четвертой и пятой заплаты так при этом каждое из этих пересечений по площади 5т-1 делить на 10 так чему равна сумма этих четырех пересечений вот это а чему равна непокрытая пересечениями площадь t-1 согласны способны мы написать соответствующее выражение значит надо из t вычесть 20t минус 4 деленное на 10 что это такое будет это будет две пятых минус t согласны вот и пример вот и пример господа берем заплаты каждая устроена очень просто у нее есть часть размером две пятых минус t и у нее есть еще четыре части которыми она пересекается с всеми остальными заплатами получилось получилось так у нас идет последняя минута занятия а сможем мы придумать пример для следующего отрезка так тут было выписано следующий отрезок это 10t минус 3 делить на 10 такие должны быть попарные пересечения подожди это но в и за